Субтитры создавал DimaTorzok Изюмки Как правило, красота она женская Она в принципе везде, но ярче она, естественно, в вечернем платье Когда она может быть днем такая, а вечером вот такая Это же классно Да, это же классно И, как правило, все говорят, что женщина должна быть там хозяйка на кухне И так далее, и так далее То есть, ну, тут прям вообще должно раскрыться Здесь огромное количество в нашем городе очень талантливых дизайнеров Которые массово выпускают свою одежду Они большими коллекциями И нацелены на то, чтобы украшать такую женщину А петербургскую женщину украшать, ну, наверное, даже и не сильно надо Но надо, они всегда прекрасны В моделинг я пришла в феврале прошлого года Это ровно год уже я обучаюсь Хожу, посещаю занятия И надеюсь, что посещать занятия не перестану Потому что масса всего интересного присутствует в моделинге того, чего не знающего То есть развиваться всегда нужно Для меня, проучившись год в этом бизнесе Побыв моделью и пообщавшись с дизайнерами Я понимаю, что самое главное для модели – это уверенность Уверенность в себе Способность из своих недостатков как раз-таки сделать свои достоинства Мы живем какой-то жизнью, да, все Живем кто-то или иной в жизни Иногда полезно пробовать что-то такое, что ты не делал Что выходит за рамки твоей обычной реальности И это помогает и в себе раскрыть какие-то стороны Узнать о себя больше, познать И в то же время твое окружение, твои близкие Тоже находят в тебе что-то новенькое И я периодически просто что-то пробую То я дайвингом занималась, мне было интересно Но потом поняла, что это не мое В 2014 году на Кенеманжаро мы с мужем поднялись Это тоже был очень интересный опыт И было такое преодоление, потому что я в горы не ходила А здесь просто дети выросли И появилось чуть больше свободного времени Которое раньше мы тратили на детей И в то же время хочется в ногу со временем шагать Какая-то информация стала появляться Что есть такие школы возрастных моделей Не раз попалась информация на мой взгляд А потом просто я записалась, прошла курс Закончила школу Golden Age 50 плюс И с тех пор занимаюсь, беру какие-то мастер-классы Уроки, которые мне интересны Это интересно Жизнь круто переменилась Это интересно, но это свободное от работы время От семьи время Это не основное занятие Это хобби, которое занимает хорошую часть жизни Прямо показания У нас были фотосессии для журнала Диткидс в Новгороде И просто реклама фотосессии по городу То есть сегодня у тебя вот такой прям дебют Когда у тебя будет показ именно на ходе Самый первый Самый важный, наверное Да? Отлично А твои друзья знают, что ты начинаешь как модель? Пока еще никому не рассказывала? Пусть лучше узнают, когда я уже прям добьюсь чего-нибудь Чтобы они прям гордились В дальнейшем ты планируешь связать свою профессию с модой? Думаю, нет Это будет просто как хобби для души А профессию какую-то ты видишь себя в ком, в чем? Ой, вот это очень сложный вопрос Пока еще такой выбор открытый Да Если бы у тебя был миллион, на что бы ты его потратила? Думаю, на родителей На родителей На семью, да Работать в команде Это обязательно Это дружелюбие Это всегда хороший положительный настрой Саморазвиваться Самосовершенствоваться То есть не застревать в каком-то определенном уровне В каких-то рамках Потому что Опять же, какие-то дополнительные занятия нужно брать То есть Ну, самое главное запомнить Да, работать в команде Думаю Это связующая нить Дизайнер, модель и зритель Я стала обращать внимание на возрастных женщин Очень мало улыбок Очень мало блеска в глазах В какой-то момент я подумала Неужели я одна фестиваль И решила пойти в модельную школу Я закончила школу агентства Google Edge И вы знаете За два с половиной месяца Это настолько Принесло новое в мою жизнь Я сама стала другой Внешне Изнутри самое главное Я стала другой Более того Я даже стала писать картины То есть у меня появились новые увлечения Даже иногда пишу стихи Женская красота для меня Это красота во всем Это красота прежде всего Внутренняя красота души Красота поступков Красота движений Красота мыслей И красота внешняя Но это и наверное не всегда та красота Которая тебе дана природой А это еще та красота Которую ты умеешь в себе поддерживать А возможно даже развивать Потому что не секрет Что с возрастом Мы немножко все-таки теряем Может быть былую молодую привлекательность И вот когда у нас есть это желание И умение поддерживать в себе красоту Вот самое главное в этом наверное желание Потому что умению можно научиться Вот И когда ты поддерживаешь себе это Вот это здорово То есть когда видишь ровесниц своих уже достаточно взрослых Барышей И они красивые во всем То к ним очень притягиваешься Они притягательными становятся Они излучают свет, тепло И такие как лучики света Как лучики солнышка И они по-моему никогда Невозможно постареть Если ты красив во всем Для меня стильно Это когда у человека Сочетаются вот его внутренние наполненности С его внешним луком Когда это очень гармонично выглядит все То есть он идет в ногу И с модой И со своими внутренними ощущениями И это смотрится очень цельно Это создает такой цельный образ И на это смотреть приятно И ты понимаешь Что этот человек и модный И внутренне он с этим очень хорошо гармонирует Вот Для меня, наверное, вот это стильно А не стильно Это когда может быть модно, но не твое Это когда может быть Даже совсем может быть и не модно И не твое И как-то вот какая-то дисгармония в этом всем идет И ты понимаешь, что вот что-то как-то вот не сложилось Может быть вот в этом образе Вот образ должен быть цельным для меня Вот прежде всего цель Вот стиль Это и мода, и внутреннее наполнение И тогда получается, наверное, стиль Понимаешь моделька чуть меньше года? Чуть меньше года Помнишь свое первое выступление? Да, помню Можешь рассказать? Да Это был конец весны Уже начались тогда Ну почти начались школьные конькоры По-моему, это было даже 26 мая Так мы учили номер два месяца Получается С марта по май Мы пришли по плану, я должен был выходить третьим после двух человек Но один, первый человек в моем ряду заболел И сделали перестанку Решили, что я подхожу лучше На первом месте Поэтому я сметился с третьим месте на первом месте Внутри было волнение Но в первый раз я все же на выступление нес смотрим на людей Все прошло отлично, на мой первый взгляд Мне похвалили, все хорошо Выложили все эти выступления Я начал смолчить, гордиться Как я увидел Когда мы уходим в танцы Мы проходим через наш пункт Синкровизированный И уходим в гребенку Оказывается, я шею вот так вперед выдвинул И так кондил Создавалось ощущение Я вот себя сравнил на секунду с верблюдом Голова вторая, что приняло Там уже где-то не было В следующий раз Ну, на самом деле, это была моя мечта еще со школы Но меня не отпустили родителей Потому что тогда считалось, что это гарно Это не подобает девушке определенных руков Ну, потом как-то обычная учеба, дети, работа И, наконец-то, год назад я пошла в конкурс красоты Вошла в топ-10 Мне понравилось Я решила двигаться дальше Так я стала моделью На самом деле, это способ перезагрузки Так как я работаю с девочками с бесплодием Это очень глубоко несчастная женщина Приходится находить способ для того, чтобы самой не стать такой же несчастной женщиной Потому что все равно все проблемы ты их через себя пропускаешь Занимаясь моделингом, я перезапускаюсь Перезагружаюсь В другой мир Да, и получаю сердцеположительные эмоции И новый мир У меня моделинг — это индустрия красоты Которая очень тесно связана Конечно, ну, с различными показами, которые у нас происходят во всем мире Не только в нашей России, но вообще и в Париже, и в Дубае Ну, во всем мире, можно так сказать Дальше для меня моделинг — это различные фотосессии Где мы принимаем участие Для меня это очень сильно связано Мода для меня, наверное, это, знаете, скорее соответствие момента, мироощущения и обстановки конкретной, образной Прагнуть, разнообразности Потому что у меня очень большая специалист Потому что приносит такой женский шарм какой-то Женский момент И, знаете, я никогда не рассматриваю нравятся мне образы или нет Я получаю образ и не смотрю, как его лучше показать Что хотел сказать дизайнер — как расстроить этот образ Не включая личное отношение к этому образу, потому что это не моя одежда Я должна его хорошо показать Если Знаете, человек, в общем, всегда как-то подает в себя свое состояние Если это все гармонично с образом, то это чудесно Это приятно Мода — для меня это очень такое интересное понятие Это как дуновение ветерка С одной стороны, может быть непонятным, не всегда приятным Но в любом случае, когда к ней присмотришься, когда в ней разберешься Понимаешь, что это очень прекрасно И каждый для себя моду видит по-своему Потому что мода — это не то, что сегодня вот красиво Или то, что сегодня цвет или какой-то фасон Мода — это, наверное, все-таки состояние души, личный стиль И, конечно, модные тенденции, которые предлагают дизайнеры Это такой очень интересный каламбур, такой супчик, который сам для себя воспринимает человек Модно это или не модно Потому что, на мой взгляд, очень глупо выглядеть, когда берешь только модные тенденции Пытаешься их на себя примерить и понимаешь, что как-то в них вписываешься В то же время есть какие-то классические базовые вещи, которые можно интересно сочетать с модными тенденциями И получается интересный образ Но для меня мода — это все-таки каламбур многих сочетающих И понимаешь, что человек выглядит модно Хотя, может быть, не всегда модно с точки зрения какого-то конкретного стиля Но модно с точки зрения конкретного человека Мне казалось, что тебе страшно было выходить в первый раз на подио? Да, было страшно Что ты испытывал? Какие у тебя были эмоции? Как-то не хотелось испортить свой момент с последним моментом То есть мы должны уходить в разные стороны Было очень страшно испортить этот момент Что ты пойдешь куда-то не туда? Да Чаще отдыхаю с другом Он летом приезжает Вот мы отдыхаем с брата еще Вот плаваем там, ходим по улице Гуляем там чаще всего Играем вместе А что играете? Какие любимые игры? Ну, любимые игры — это Warface Это игра как там на компьютере Да Вот мы с другом мечтаем Вот, наверное, поехать в Новгород Там жить Вот Купить нам квартиру Мы будем как-то по разным работам там работать Вот мы хотим сделать дом Как там Будет у нас умный телевизор там Еще комната для отдыха Ну, там компьютеры там все такое Как тебя зовут? Александра Меня зовут Оля, очень приятно Скажи, пожалуйста, ты давно занимаешься? Ты вообще-то давно работаешь как модель? Да Да? Можешь рассказать свой первый раз, когда ты выходила на подиум Как это было? Какие у тебя были чувства, эмоции? Что ты чувствовала? Ну, было не страшно как бы особо Просто как обычно То есть у тебя прям такая была уверенность в себе, да? Какая ты молодец А твои друзья знают, что ты модель? Да Как они к этому относятся? Ну, не как обычно Ну, радуются Они приходят на показы? Да Да? Да А за тобой не хотели пойти? Тоже не спрашивали там, Саш, вот я тоже хочу быть моделью скажи мне Спрашивали Спрашивали Кто-нибудь пошел за тобой в итоге из подруг? Да Да Вы вместе сейчас занимаетесь? Да Отлично А что самое сложное в работе моделью? Ну, вот осанку держать В принципе, все Стоило легко Только вот это вот сложно Да Да Не знаю, это, наверное, что-то больше внутреннее, чем внешнее Хотя Внутренняя гармония, которая отражается, наверное, на нашей внешности Наверное, так Чайно Меня пригласили, я даже не поняла как и кто и откуда Меня пригласили на конкурс красоты Я поучаствовала в конкурсе И вот зависла Первое выступление на подиуме Это был фестиваль белых ночей Чувства? На мой взгляд, сильно Это гармонично Это то, что хочется повторить То, что нравится То, что выглядит дорого Независимо от того, дорого это или нет На самом деле, с детства мечтала Но ведь как это принято? Это не серьезно? Надо на врача, на учителя В общем, я стала экономистом А уже, так скажем, выросла девочка И решила, что можно же попробовать Можно разрешить себе Очень волновалась На самом деле, зрителей было немного Это был закрытый показ Но волновалась очень сильно Хорошо, что не нужно было ничего говорить Иначе бы сорвало все Но прошла и получила столько эмоций Такой заряд энергии Ну, в принципе, это происходит каждый раз Для меня подиум – это место сил Я случайно в интернете увидела, что ведется набор на подиум зрелой красоты Первый проходил в Москве, второй – в Санкт-Петербурге Я отправила свою анкету Меня заинтересовало, хотя я раньше не мечтала о моделинге И подиум для меня был далек Я занималась танцами Поэтому не стояло вопрос И желаний не было А тут возникло желание Попробовать что-то новое Ну, и меня взяли Я с удовольствием поучаствовала Все одобряю Особенно дочь У меня трое внуков И все, они за меня болеют Я когда говорю, что буду принимать участие в том или иное шоу Где-то или показе Они с удовольствием Подсказывают мне что-то И приходят посмотреть И потом восхищаются Да, моделинг для меня хобби Ну, может быть, пока У меня есть основная работа У меня есть еще одна работа любимая Это инструктор по горным лыжам Да, еще я мама троих детей Которые тоже стали спортсменами Профессиональными И я этим очень горжусь Показ на подиуме Это короткий, как выстрел Да, ты прошелся, блеснул И ушел Все-таки А фотосессия К ней Если она интересная Такая Творческая То к ней надо готовиться Подбирать образ Состояние Как в театре В театре Ой, даже совершенно случайно Узнала, что есть такая ассоциация Ветеранов, инвалидов, пенсионеров И при ней существует Группа такая Называется ПАВА Для пенсионеров И вот после этого я стала Как бы заниматься этим Мне нравится Я многих уже туда направляю Где сама закончила эти курсы Многих уже туда женщин Чтобы они не сидели дома Именно вот пенсионеры у нас Такие невостребованные Молодые женщины Очень интересные Вот я их туда направляю Чтобы они занимались собой И это для души Для красоты Для себя Ну, первый показ у нас был Как экзамен После наших курсов Ну да, было волнение, конечно Очень прям Все Тряслось внутри Но это закаляет Постепенно Немножко успокаиваешься И уже с очередным разом Чувствуешь себя более уверенно Мы выступали как с танцем С дефилитом Там у нас был как праздник В стиле Форт Боярда Вот Мы успели там даже поиграть Потанцевать Вот Тебе было страшно? В первый раз было страшно А сейчас? Да Сейчас я уже чуть-чуть переживаю, конечно Ну, вроде набралась смелости Уже не так страшно, как в первый раз, да? А твои друзья знают, что ты вот сейчас начала Как модель заниматься? Да, знаю Как они к этому относятся? Они рады за меня Говорят, что Удачи Постоянно Желаю всего Чтобы у меня все получалось А почему девочки любят образ принцессы? Не знаю Потому что каждая девочка Это принцесса Тебе тоже нравятся принцессы? Да Да? У тебя есть муклы принцессы? Были Были? Да А если бы волшебник мог исполнить три любых твоих желания, что бы ты загадала? Я бы загадала, чтобы в мире было все хорошо, например, не было каких-то войн Также загадала бы, чтобы все были счастливы, а самое главное, чтобы у всех все получалось У нас меня пригласили, мы пригласились, и вообще было очень страшно выходить, потому что я никогда не хотела видеться И первая фотосессия тоже была А ты снимаешь тиктоки? Снимала раньше, ну и сейчас тоже, когда время остается У тебя очень плотный график Да? Очень занятая А как ты любишь отдыхать? Ну, я по-разному Ну, снова гуляю, рисую Четыре Тяжелый день Как я пришла в модельник? Мне стукнуло 50 лет в этом году И семья меня отправила в школу моделей Прямо в семье отправила? Муж и дети Сказали, мама, тебя должен видеть мир Прекрасно Да То есть они вот для вас были Ну, это только семья Да Стильно Это вот, когда видишь человека и думаешь Да, я бы тоже так хотела выгребить Да Ну вот, как мне дети мои, девочки говорят Не колхоз Вы знаете, перед тем, как мне стало 60 лет, я вдруг поняла, что-то как-то жизнь моя немножко скучна и немножко я не увидела той красоты, которая вокруг меня Я решила, пошла на йогу, на марафон по йоге Это настолько меня захватило, и мое тело мне сказало, спасибо тебе, спасибо Потом думаю, ну этого же мало Я пошла в модельную школу Golden Age И там у нас преподаватель Ричард Люпус создал свой проект подиумного шага Runway Podium и взял нас туда И вот с этого началось, с удовольствием мы ездили в Казань на Fashion Week, потом в Калининград на открытие модного пространства Сами ставили четыре фэшн-дня, очень интересных, увлекательных Хотя фэшн-индустрия мне близка, я вообще товаровед, заканчивала торговый институт Я, последняя моя работа была управляющая торговым комплексом Fashion Boutique Ваните Абира за Казанским собором И вот эта любовь к мировым брендам, погружение в тренды, в моду, но не в модели Вот это все было, кроме моделинга И теперь во мне соединился и моделинг, и мировые тренды, и дизайнеры Я сейчас работаю в недвижимости, макромер-недвижимость У нас партнерство, и там, ну, допустим, 200 человек Я когда там появилась и с другого места пришла, все как-то вокруг меня слили Прекрасные леди, про мужчин я не говорю, конечно же Они стали спрашивать, кто, что, откуда, вот у вас что-то такое есть, что нас тоже привлекает И по моим стопам, вот Golden Age, школу модельную, потом к Ричарду Еще четверо девушек пришли, потому что они воодушевились моим примером И, конечно же, я продолжаю позиционировать себя, как проводник вот этого моделинга вокруг себя А ты давно уже моделингом занимаешься? Да А сколько тебе лет? Четыре Четыре? А ты уже в показах участвовала? Да Да? Много раз? Не страшно было? Нет Нет? А это не сложно? Не сложно Не сложно Не сложно? И ты всегда знаешь, за кем надо идти Да И куда нужно встать Да? Ой, какая ты молодец А туда? А тебе нравится образ принцессы? Да Почему? Потому что принцесса, они красивые Красивые, ты тоже принцесса? Да Да Скажи, пожалуйста, ты давно занимаешься моделингом? Я занимаюсь модельным с трех лет С трех лет То есть тебя родители привели в модельную школу, когда ты была еще совсем малышкой Да А как тебе? Нравится? Мне очень нравится, но это сложно В каком плане? И морально, и физически То есть не всегда тут можно стоять То есть, типа, очень часто, когда Ну, уже сдаются, в руки опускаются И ты все уже, не хочешь все бросить Но тебя поддерживают, поэтому Больше эта поддержка идет от родителей или от девочек? От всех От всех, абсолютно От всех От всех Да, и друзья, и родные Они, как сказать Поддерживают и говорят, что продолжают Да То есть твои друзья, они в курсе, что ты занимаешься профессиональным уже модельным бизнесом, модельной карьерой Да Да И как они реагируют на это? Девочки сначала не понимали, они не думали, что я шучу А потом начали меня поддерживать и тоже они пытались как-то тоже поинтересоваться, начать заниматься Вот Вот Мне нравятся, наверное, больше фотосессии, потому что тут не так сложно морально, как на подиуме То есть, грубо говоря, на подиуме ты сутками, до аппетиций и все вот это А на фотосессии там, возможно, сутками докумен, но у тебя есть перерывы, ты можешь отойти куда-нибудь Есть ли у тебя какие-то секреты, чтобы красиво получиться на фотографиях? Секретов нету, но, как мне говорил один человек Так, это будет секрет Да Так, я люблю секреты Ты всегда получишься на фотографиях красивая, если фотограф имеет работу Захотелось разнообразить свою жизнь, потому что дети выросли и какие-то задачи жизненные, которые были поставлены в связи с воспитанием, там, образованием, они как бы ушли на задний план И захотелось, ну, не только работа, дом, дом, работа, а что-то абсолютно случайно увидела объявление в инстаграме Все? Все То есть никаких вообще мечт не было, просто, а почему бы нет, почему бы не попробовала? Да, я хочу сказать, что мы, наверное, первое поколение, которое слушает не родителей, а детей Вот я бы так сказала, потому что дети сейчас другие, не такие, какие мы были, какие мы были зажатые, какие мы У нас же не было ничего, ни информации, ничего, поэтому сейчас я просто завидую, что вот моим детям, когда у них столько возможностей, столько информации И я очень часто звоню им и советую с ними, не с мамой, с папой, с подружками, а именно с ними, потому что я точно знаю, что им можно доверять Вот, и поэтому я говорю, это, наверное, мы первое поколение, вот, которые... И дети, это те люди, которые точно не обманут и не скажут, что у тебя это не как раз Да, да, они скажут по-честному, да, они скажут, сними, или так, о-о-о, круто, вот, вот так вот, то есть, поэтому, конечно Я люблю шить, вышивать, вязать, и когда-то в детстве тоже ходила на кружок моделирования, конструирования одежды Все началось с этого, и никогда не думала, что стану моделью, кстати, вот Но в последнее время меня это дело затянуло, поэтому, собственно, я здесь Знаете, меня родители не поддержали в этом, они сказали, что нужна более серьезная профессия Шить, вышивать ты всегда успеешь Ты давно занимаешься модельниками? Через месяц будет год Год уже, да? А много раз участвовала в показах? Ну, да Да? Как первый раз ты выходила, как ты себя чувствовала? И как сейчас? Немного было волнительно, а сейчас уже более уверенно, тоже привыкла Твои друзья в курсе, что ты модель? Да Они ходят вместе с тобой заниматься модельниками? Ну, да, ходят То есть, вы вместе посещаете модельную школу, вместе участвуете в показах? Да Как ты думаешь, твоя профессия в будущем будет связана с модельным? Да Да Ты уже для себя что-то определенное, конкретное выбрала? Да Я уже выбрала, как я пойду дальше И вот Это сейчас мое хобби, а дальше это будет как профессия Даже не знаю, что сказать, наверное, просто захотелось Ну, просто на жизни ничего не бывает Ну, вот так получилось, наверное, захотелось творчество Это все-таки здесь профессия творческая Захотелось какой-то отдушины, чего-то нового, свежего встречи, интересных встречи Ну, и опять же, красота, красота спасет мир Да Сначала я, конечно, скрывала от семьи, куда-то исчезала А потом, когда уже поняла, что да, у меня получается, мне есть чем похвастаться, конечно, все обрадовались И занятия моделингом, это вот сродни театру, искусству, актерство, то есть творчество, иначе по-другому не скажешь В мою жизнь пришла мода, наверное, с первым рождением ребенком То есть 23 года назад, когда я сама стала шить для своего ребенка какие-то что-то такое, чтобы не было ни у кого Так это все перераз в любовь к себе После того, я, в принципе, у меня вся одежда, в основном 80% это я шью у дизайнеров, у стилиста Мне кажется, сегодня, допустим Все мои луки, да, это нашла для себя любимого стилиста, который воплощает все мои мечты, идеи Ну, а рисуем мы как-то сами то, что может присниться, а может где-то что-то увидеть Не бояться, если больно встать и пробовать, дерзать Потому что все в этом мире сравненно, не так легко, больше, наверное, тяжело Но нужно, наверное, не бояться встать Поплакала, утерлась Адрисовала себе синячки И вперед Только вперед Спасибо большое Ну, вот попалось объявление, чтобы набирают модели элегантного возраста Почему бы нет? У нас очень много по Питеру, кстати, возможностей агентств, где можно отмечаться Я вот видела Мадам Модос, я закончила Энджел Модос, да, там Почему нет? И мне почему-то, я так посмотрела и решила пойти Вот из всего, ну, как бы, то, что предлагают на рынке, я выбрала свою Энджел Модос У нас две девочки, две Кати, Правданная Рякина, девочки молодые Я решила, что с молодым будет все-таки это интереснее Как бы, чего-то можно поучиться Тем более, они сами профессиональные модели И много могут эту чеку дать, да, Катя Рякина у нас вообще постановщик Не из Краса России Почему нет? Ну, я пришла, отучилась Теперь в основном составе Как бы, ну, выхожу Каждую неделю у нас все равно у нас проходят занятия по классированию По подиуму шагу Все равно ты учишься, потому что нельзя отучиться и потом не делать Ну, потому что вот все это можете забыть, естественно Просто, знаете как, мне это нравится Я всю жизнь работаю ради заработка денег А тут, ну, вот, просто для души Вот, для души Не знаю, мне нравится, у меня получается Мне делают комплименты, говорят что-то неплохо Почему нет? Пусть даже это ход Ну, мода вообще это искусство Она, у каждого петербуржца она вместо крови Поэтому мы все любим моду Все за ней наблюдаем За всем, что происходит в моде Наш педагог по филе Он всегда говорит, что модели равно спортсмен То есть модели, как бы, это и характер, и выносливость, и целеустремленность Это, наверное, и есть главные заповеди Беречь свое здоровье Ну, привет! Как тебя зовут? Алиса У тебя такое сказочное имя, как Алиса в Стране Чудес Ты давно занимаешься моделингом? Да Да? Не страшно тебе было в первый раз выходить на подиум? Ну, чуть-чуть страшно Немножко? А твои подружки знают, что ты модель? Да Да? Как они к этому отнеслись? Что они говорят? Ну, они сказали, что ты молодец, у тебя хорошо получается Я встречаюсь А они приходят на твои показы? Ну, да, даже одноклассники Одноклассники даже приходят, да? Да Потом подходят к тебе после показа? Нет Не подходят? Уже в школе потом встречаетесь, да? Или где-то в дворе Ну, у меня профессия достаточно такая строгая, можно сказать Я финансовый директор и налоговый эксперт И элемент творчества там минимальный Для того, чтобы сбалансировать женскую энергию прежде всего Конечно, я хотела, ну, вот, пополнить творческой энергией Экспериментом, экспромтом Ну, и возможностью, скажем так, применить свой артистизм Или научиться выражать свои эмоции, доносить эмоции Те, которые попросил донести модельер, стилист Либо постановщик какое-то мероприятие И так и попала в модель Конечно, потому что я считаю, что красота Это не только тот внешний образ, который мы внесем Это прежде всего легкость внутри Это радость, которая выражена и в глазах, и в улыбке И в сиянии, можно сказать, даже кожи, да? И это управление, способность управления телом, эмоциями, настроением И плюс еще развитие коммуникабельных способностей Потому что моделинг — это однозначно командная Не игра даже, а командная работа, командное творчество И все, что формируется у нас на занятиях, на практике, на показах Это огромный большой плюс в мое личное я Которое я дальше применяю и дома, и на работе И эффекты даже еще и я И в этом меня поддерживает семья и коллеги Самая интересная была реакция у моего руководителя на работе Собственника, да Который не очень, ну, как любой работодатель любит Когда сотрудники могут чуть раньше уйти или, там, отпроситься А показы, например, требуют работы и два, и три дня в разный период времени И я, естественно, сказала, что у меня есть хобби — моделинг А в рамках которого я работаю над собой и участвую в показах Сначала была прям такая реакция шока легкого С учетом того, что мне 53-54 год, да И такое увлечение новое Как всем, может быть, кажется, со стороны Якобы случайно, да Хотя это не случайный путь к себе С случайностями С случайностями С случайностями, да И в конечном счете, когда я рассказала, чему я учусь Как я применяю свои знания Как это влияет на мое внутреннее мироощущение Мне мой руководитель сказал Пожалуйста, пригласи меня как-нибудь на свой показ Я с удовольствием приду и посмотрю на тебя со стороны Как женщина, как на модель И как на творческого работника И с тех пор, ну, скажем, поражает свое уважение К моему дополнительному вот этому занятию И не препятствует самое главное Профессия у меня не романтичная, а далеко А моя подруга мне говорит Тилочка, тебе нужно моделинг У тебя походка, у тебя там внешность У тебя все Я говорю, какая из меня модель? Я солдат Ну, короче говоря, она меня привела просто-напросто за руку Я прошла кастинг в модельном доме, модный дом Пава И меня взяли, я отучилась И вот теперь шествую по подиуму Вам нравится все? Ну что вы, я вообще, это моя жизнь теперь? Прямо моя жизнь Ну, знаете, когда я занимаюсь, у меня, как сказать Такое ощущение, что у меня крылья Мне не мешают каблуки, мне не мешает ничего Я просто вот лечу и получаю удовольствие Должно быть, прежде всего, большое желание Если ты окунулся в это, да, есть люди, которые приходят Ну, вроде как интересно, но не мое А вот это как раз-таки совпало Это вот именно мое Оказывается, я в конце своей жизни, в конце, во второй половине своей жизни, скорее всего Поняла, что я, наверное, может быть, и занималась своим делом, да? Но мне не чуждо И вот эта вот красота Нести красоту свою Заниматься собой Следить, ухаживать Там гардеробчик подбирать А уже все, как сказать, чтобы все было чики-брики подобрано Ну, это мое Это мое Мне это очень нравится Мне не жалко никаких денег там на свой гардероб Я лучше не есть не буду Ничего там Но гардеробчик буду покупать Какие-то вещи, какие-то что-то подбирать Миксовать Косметику и прочее Мне очень нравится Это моя жизнь сейчас У нас здесь очень большая востребованность в красоте В красивой одежде И к тому же в Санкт-Петербурге, насколько я знаю, очень много дизайнеров Молодых и таких, которые стояли у истока Например, Вячеслав Зайцев Когда-то сама ходила на его показы Начиналась у меня любовь к моде с этого Студенческие годы Вот Так что очень много дизайнеров молодых И то, что произведено в Санкт-Петербурге, насколько я знаю Очень востребовано во всем мире А то, что производят в других, так сказать, регионах Не столь востребовано в Санкт-Петербурге Видимо, мы чувствуем и воспринимаем определенную какую-то моду А определенное направление И поэтому нам это интересует Заряд энергетики и красота Она имеет определенные свои вибрации Она вибрирует в каждом человеке в заложенном вселенной И оно вот просто расталкивает эти вибрации Я не верила в это Я когда пришла первый раз к Зуеву Вот И вот он тоже вот начал Мы сидим Такие среднестатистические женщины Россиянки Такие вот все Угрюмые Угрюмые Как полагается Думаем про то, что купить в магазине Ну и так далее И он вот в нас вот Вот это вот Начинает, 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 начинает Приходишь домой Спать не хочется Есть не хочется Все, все прекращается Все физически И пристают действовать Хочется шить, петь, творить, танцевать Понимаете? Поэтому Быть и на греции Очень важно Давно ли ты работаешь в модели? Почти год А с чего ты начинала? У тебя было много уже показов? Нет Вообще Я сначала Начала учиться в школе моделей И потом уже Все вот это пошло Все показы Конкурс Юной Мисс Гламур Я сейчас в Москву поеду Тоже участвовать в конкурсе? Да Здорово А что для тебя Самое сложное в работе модели? Нужно быть самоуверенной Нужно постоянно улыбаться на публику И независимо от того Какое у тебя настроение Вообще Я мечтаю сейчас Закончить хорошо школу И поступить в театральный колледж В семье Больше всего меня поддерживает мама Она участвует со мной в различных конкурсах Всегда мне помогает и поддерживает меня Да Спасибо большое маме Да наверное Огромное спасибо маме Я ее очень люблю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok